здравствуйте дорогие мои друзья прекрасное воскресное утро и сегодня хочу поговорить с вами опять о власти знаете многие меня упрекают вроде мистика надо больше практиковать больше больше каких-то духовных вещах говорить а я чё-то ударился в политику рассказываю какие-то вещи возмущаюсь даже можно сказать нагоняю тоску депрессию на на зрителей на слушателей вы в чем-то правы в чем-то правы всегда всегда есть доля правды в этом но стараюсь подходить даже к этим печальным вещам в нашем мире с юмором потому что да мир очень несовершенен и каждый из нас это видит но в этом может быть и прелесть для этого мы живем в этом мире существуем осознаем чтобы понимать понимать вот эти минусы и и самим совершенствоваться так что политика это тоже практика тоже мистическая практика и сейчас люди которые ну как-то обладают какими-то каким-то видением или отблесками видения видят что политика пропитана этой мистикой к примеру на прошлой неделе люди которые следят знают что внук президента казахстана замечательного елбасы нурсултана назарбаева множество откровений о коррупции это в казахстане но конечно коррупции в россии что все повязано газ продают деньги дербанят там миллиарды миллиарды мы тут этот газ там покупаем все время цены повышаются нам говорят да мы добываем газ но вот такой дорогой такой дорогой потому что всем этим замечательным их ним елбасы нашим там блин как назвать там нашим колбасы очень 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 всем нужны деньги крайне нужны вот только зачем и кроме того наверное вы не вы за вот этими политическими вещами не заметили в в откровениях этого этого человека внука внука тоже очередного императора казахского о том что он говорит что все они там он нурсултан его дочь зитья все родственники все занимаются черной магией либо сами либо держат придворных колдунов все там пропитана черной магии просто даже и вот это вот ну такое откровение которое может быть просто проскочила мимо вас вы там коррупция деньги как же так они воруют наши деньги ну и деньги не наши да никогда не были нашими ну и воруют они их потому что считают их просто своими они не нашими все все естественно приносит ли они им счастье приносит ли им счастье вот это черное колдовство и даже я бы сказал призе принесение кровавых жертв ну конечно нет посмотрите на их семьи посмотрите на этого ну несчастного внука который и наркозависимость и вот это вот и отца у него убили и отношения и конечно и с матерью то есть весь род разрушен эти деньги это это колдовство но да но им дает деньги дает власть или иллюзию власти а на самом деле роды рушится посмотрите на на всех вот этих правителей все у них все сыпется все замечательные вот эти люди которым рукоплескали толпы людей обожали их где где ну хотя бы даже по нашему где рот романовых где дети внуки ленина правнуки где родственники сталина хрущева брежнева посмотрите на них и посмотрите сколько тагедий сколько вот в их потомках но очень много найдете сейчас у нашего императора или как там верховного правителя он пытается всеми силами в том числе и колдовством реальным колдовством пытается защитить свою семью и мы пока не видим никаких этих но все это всплывет потому что ну тут защищание защищает это может каждый день младенца в жертву приносить не спасешь спасешь он ищет способы ищет реально ищет на эти вчера я выпустил ролика кремлевских колдунах и предстоящем жертвоприношении и это же не шутка и оцените вот это вот посмотрите не не нет ни таким взглядом а посмотрите в общем что это действительно так нами управляют сатанисты черные колдуны что они там используют там вы сейчас скажете кабалу еще что-то ну это опять такие местечковые вещи там на самом деле мистика это более объемное понятие какие ритуалы используются не так это важно не так важны ярлыки которые наклеены на этом но эти со вчерашнего дня вот за сегодняшний за сегодняшнюю ночь мне на почту на ватсап пришло я бы сказал рекордное количество проклятий то есть следят за за старым старым мистиком следят пытаются как-то как-то уязвить но для меня это наверное больше как награда я понял что да это так сказать нажал на больное место и столько там до пожеланий чтобы ну даже с заклинаниями я бы сказал даже заклинаниями чтобы все там покрылся я этими и внутри и снаружи ну а даже знаете люди которые вроде как ну какое-то время поддерживали то есть так какие-то я бы сказал комплименты давали как-то в чем-то переметнулись поэтому знаете не всегда тот друг который хвалит и не всегда тот враг который ругает для всего этого нужно нужно развивать развивать себя не слушать кого-то даже меня не надо слушать а вы так оцените сами посмотрите посмотрите вот на эти события вот такие мелочи мелочи часто дают настоящую картину мира не искаженную какими-то вот этими словами умников или речами каких-то этих черные черные да дело даже не в черноте знаете и и демона то в общем то бывают нормальными ребятами но это это какие-то глисты я бы сказал паразиты паразиты которые которыми больно наша страна и ну и болен весь мир в общем то у нас просто это нам ближе и выражено так по это пожестче ну как-то мы воспринимаем это а так то весь мир болен вот этими пара паразитизмом да я бы не назвал их там демонами и колдунами ну да они занимаются вот этой магией занимаются приносят жертвы многочисленные жертвы жестокие жертвы как открытые как мы видим вот в каких-то моментах трагедий вроде бы тех 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 техногенных либо природных когда там гибнут люди но и тайные жертвы тайны пропадают люди и где-то люди каких-то в черных балахонах возможно занимаются людоедством жрут реально жрут там каннибалы а я бы назвал их просто глистами и я сегодня сижу перед вами с ног до головы покрытый проклятиями но на самом деле это даже даже меня радует и жалко жалко мне вот внука хотя скажите чего их жалеть вот это от роде от роде но многое вот он искупает вину рода вот рода этих елбасы искупает вот своим даже вот он там наркоман его может быть часы убьют даже невзирая там на то что он там внук или сын как как говорят видите что там процветает самые самые так сказать какие то и извращения изощрения людоедство все вот это там понимаете вот все 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 что нормального человека просто выжить такой непонимание неприязнь все это там в этой власти не только там у у этих у у елбасы но и у наших колбасы этих поэтому друзья мои жизненно необходимая для всех вас кто случайно может быть даже попал на этот канал не думайте что вы не имеете способностей начинайте заниматься энергетическими практиками это необходимо для вас и ваших семей реально так монета от этого что только может быть какие-то плюсовки от древних богов но и они мне не нужны все дорогие мои счастливо пока